В Новый год с новой армией очередной этап военных реформ затронул структуру Ноак. С 1 января в ней появились командование сухопутных войск и войска стратегической поддержки. Кроме того, второй артиллерийский корпус переименован в ракетные войска. Новый пакет армейских реформ в Китае представили в прошлом ноябре. Одной из главных целей стало повышение эффективности управленческой структуры, устранение дисбаланса между численностью солдат и офицеров. Армия будет сокращена на 300 тысяч человек до 2 миллионов. Реформы планируется завершить к 2020 году. Три боевых знамени для трех новых армейских структур. Точнее для двух новых и одного старого с новым именем. Второй артиллерийский корпус Ноак теперь официально ракетные войска КНР. Помогать им будут войска стратегической поддержки. Их задача использовать новейшие наработки в электронике, IT-технологиях и космической отрасли для укрепления оборонной мощи страны. Кроме того, в Ноак появилось командование сухопутными войсками. Создание командования сухопутных войск, ракетных войск, а также войск стратегической поддержки – это важный шаг Центрального военного совета КНР, призванный еще больше укрепить нашу армию. Это необходимая мера для формирования современных вооруженных сил, которая знаменует важнейший этап в истории нашей армии. Вторая артиллерия Ноак сформирована в 1966 году. Тогда это название отражало восприятие ракетных войск как современные альтернативы ствольной артиллерии. Другое их историческое неофициальное название в Китае – артиллерийский спецназ. Смена названия намекает на более важную роль ракетных войск стратегического назначения в современной армии. Однако основные задачи бывшей второй артиллерии Ноак не изменятся. Ракетные войска Ноак, которые раньше назывались вторым артиллерийским корпусом, будут действовать в роли главных сил стратегического сдерживания, стратегической основы Китая в качестве крупной державы, а также станут краеугольным камнем в обеспечении государственной безопасности. Китай придерживается концепции неприменения ядерного оружия первым, а также оборонительной ядерной стратегии. Китай всегда будет поддерживать ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для защиты своих национальных интересов. Совсем новые задачи предстоит решать командованию сухопутных войск. По мнению экспертов, его создание обусловлено углублением армейских реформ. Этот институт даст заметные результаты сразу по трём направлениям. Во-первых, он позволит ускорить модернизацию армии и займётся составлением планов по развитию вооружённых сил, разработая стратегию их учений и перевооружения. Во-вторых, он создаст условия для проведения совместных операций. Сам характер боевых действий сейчас изменился. Все виды вооружённых сил должны координировать свои усилия для достижения поставленных целей. И, наконец, в третьих, новая структура поможет Центральному военному совету проводить запланированные реформы, повышать эффективность управления. Если оптимизировать структуру вооружённых сил, сократить избыточное количество органов и персонала, можно сэкономить больше ресурсов. Только лишь созданием новых подразделений военная реформа в Китае не ограничивается. Центральный военный совет КНР опубликовал её детальный план. Страна делает ставку на формирование мобильной, современной и высокоэффективной армии. В частности, в КНР пересмотрит существовавшую с середины прошлого века систему территориальных военных округов. Татьяна Климова, Павел Данилюк, ССИТИНИК. Субтитры создавал DimaTorzok